Попиариться на чужих успехах. Такой метод набора подписчиков стал модным в последнее время в украинском интернет-сообществе. После включения мировых легенд украинского бокса, олимпийских чемпионов, Александра Усика и Василия Ломаченко в базу сайта Миротворец, только ленивый не попытался их вызвать на дуэль. Особенно нелепо это выглядит, когда к такому бурному обсуждению на языке агрессии к спортсменам обращаются представители масс-медиа. Одной из таких стала журналистка Пятого канала Янина Соколова. Вот такой вот парень. Наша гордость и пример для подражания. Кстати, Александр, можешь и меня ***. Я ж тоже диваны-эксперты, тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит. Втащить женщине ради РПЦ. Не смогла пройти мимо скандала и одесская профессиональная спортсменка из ММА, призерка чемпионата Европы по тайскому боксу, победительница Кубка мира по кикбоксингу и многократная чемпионка Украины и международных турниров по классическому боксу Елена Колесник. В одной из боксерских групп в Инстаграме она предложила Янине разобраться с ней вместо Усика. Увидев этот пост, я оставила комментарий. Если она хочет, то я могу прийти ей на помощь. Утром, проснувшись, мои соцсети разрываются. Они разрываются до сих пор. Изначально я столкнулась с атакой ботов без фотографий, кучей разных аккаунтов, которые я начинаю от ней писать как на русском, так и на украинском языке. Мне не нужен этот хайп. Я, гражданка моей страны, выразила свою позицию. Я встала на защиту человека, который мотивирует большинство наших спортсменов, как личность, которая добилась высоких результатов в спорте. Благодаря нему есть мотивация у других пахать и прославлять страну. Елена утверждает, что таким образом выразила поддержку спортсмену, который, по ее мнению, является гордостью Украины и наших любителей бокса. В то же время она призналась в интервью репортеру, что, конечно, не стала бы бить более слабую девушку, а ограничилась бы диалогом, так как исход спарринга очевиден. Особенно не подниму руку на человека «слабей меня» во всех смыслах этого слова. Если она хочет пообщаться со мной, мы можем с ней провести словесную дуэль, мы можем с ней поговорить. Потому что очень легко нападать на того, кто не сможет тебе ничего сделать и никак не сможет ответить. Особенно, когда женщина вызывает мужчину «ударь меня», «ударь меня». Что это вообще такое? Сейчас мы сталкиваемся, мало того, что женщины сталкиваются с домашним насилием на карантине, сталкиваются с сексизмом, с домогательствами. Но я хочу сказать следующее. Абьюзеры и маниакальные личности есть среди обоих полов. Спорт вне политики, считает Елена Колесник. Сейчас она тренируется в Таиланде и наблюдает за происходящим на родине из новостей. Она считает, что право на собственное мнение имеет каждый. Но звезд спорта нужно уважать. Мое мнение, за своих надо стоять до конца. За своих патриотов, за своих спортсменов, за своих героев. Это люди, которые заслужили быть героями нашей страны. Вы забыли об их достижениях? Почему, как только стоит тебе выиграть, наш герой, наш патриот, наша героиня и так далее, да, но стоит тебе проиграть или пойти и выразить, высказать свое мнение, все, все уже забывается. Все были заслуги и так далее. Напомню, что вся эта шумиха вокруг украинских легенд украинского бокса началась после их съемок в российском документальном фильме «Здравствуй, брат, Христос воскрес», который вышел в начале мая. В картине шла речь о православной церкви, дружбе народов и необходимости вернуть мир на территории стран постсоветского пространства. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, телеканал «Репортер».